здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 22 мая и это удивительный день который подарит вам чудо сегодняшнем видео вы все узнаете 22 мая наступают 22 лунные сутки несущие новые знания и идеи это благоприятный период неспешной стабильности позволяющий получить хорошие результаты практически в любой сфере деятельности особенно удачными будут дела юридической направленности покупки в этот день также порадуют своих владельцев в этот период появляется шанс найти решение давно мучившие вас проблемы так как сосредоточенность и внимательность и заметно возрастут луна находится под управлением луна сегодня луна сегодня наделяет людей склонными к романтике и навязчивому флирту возможно повышение чувствительности связи с чем не стоит реагировать на слова сказанные близкими запали постарайтесь быть внимательнее к родственникам и друзьям так как любые ваши действия как положительные так и отрицательные воспримут и близко к сердцу день несет исключительно позитивную энергетику поэтому избегайте дурных поступков все что вы сказали или сделали не должно вредить окружающим если вы нарушите это правило то лишитесь благодати 22 лунных соток что чревато полосой неудач и провалов также в этот день усиливается работоспособность поэтому вы можете смело начинать любое дело особенно если ранее откладывали его до лучших времен хороший результат принесет работу в команде но помните что необходимо избегать резких высказываний и стараться достичь взаимопонимания деловые поездки будут успешными как и любые другие перемещения если вы решили посвятить этот период отдыху не игнорируйте его обязательно отдохните обязательно сходите на природу творческий потенциал значительно возрастает что важно для художников музыкантов артистов отпустите свою фантазию творите следуя посетившему вдохновению результат будет впечатляющим даже если вы далеки от искусства тем более что стремление к созиданию сегодня свойственно и приверженцам точных наук если вы долго мучились над какой-то задачей и не могли найти оптимальное решение именно этот день дает все шансы совершить необходимый прорыв 22 лунный день нельзя лениться замыкаться в себе этот период не терпит безделье поэтому даже отдых должен быть активным кроме того обязательным условием благополучия является внесение своей жизни чего-то нового не спешите пугаться это не обязательно должно быть что-то масштабное вы можете освоить новые хобби например или начать посещать какие-то уроки хорошее время для получения новых знаний и достижения ранее запланированных целей при отсутствии какой-либо деятельности произойдет застой энергетики он может вылиться потерю концентрации снижение памяти также не стоит слишком долго предаваться раздумьям предпочтя им решительные действия однако перенапрягаться тоже противопоказано и если ваша деятельность связана с физическими нагрузками настало время сделать перерыв и лучшим вариантом будет интеллектуальное просвещение посмотрите какие-нибудь курсы и либо почитайте книги и этот период боговолит не только получению новых знаний передача накопленной информации также принесет пользу при наличии у вас детей уделите им больше времени расскажите что-нибудь интересное предложите помощь 22 ионы сутки полезно заняться комнатами цветами кроме того рекомендуется принять душ в ванну все действия направленные на наведение чистоты помогут привлечь к вам положительную энергию и очистит от старого негатива при этом учитывайте что обязательно в этот день нужно открыть окно для того чтобы запустить часть и свою жизнь но по народным приметам 22 мая отмечают никого вешний рожденные 22 мая близнецы наделяются сообразительностью и уверенностью в себе упор со достижения намеченных целей не позволяет им останавливаться и принимать поражение этим людям очень не нравится когда что-то идет не по их сценарию однако в общении они кажутся легкими и открытыми некоторые воспринимают их как ветреных и несерьезных и лишь близкое общение совместные дела заставляют людей поменять свое мнение об обменинниках этого дня но их талисман берил поскольку никого годник считался покровителем лошадей то накануне этого дня наши предки сгоняли их на выпас в этот день соблюдали строго одну примету верили что отказать в помощь нищему в этот день то весь год и сами будете в нужде поэтому обязательно делились в этот день продуктами или деньгами кроме того самого никого чудотворцы на руси считали практически безотказным к искренним прозвом людей были убеждены что он исполняет желание если чувствует чистые помыслы просящего поэтому наши предки обращались к нему с различными просьбами в помощи как полевых работах так и семейных отношениях так например просили николая чтобы в доме всего хватало несмотря на то что святой николай самостоятельно приглядывал за людьми и знал про их нужды все-таки кое-что он мог упустить из виду поэтому если в доме чего-то не доставало 22 мая славяне указывали чудотворцу на нехватку затем просили святой николай ты всем помогаешь и меня не забываешь прошу тебя еще раз ко мне загляни недостающие в дом принеси чтобы в доме всего хватало а мое лицо от счастья сияло истина проговаривать нужно было три раза в этот же день обязательно отдать из дома одну вещь тому кто в ней нуждается на крепкий брак такую практику проводили супруги желающие укрепить свои отношения 22 мая один из них подходил к двери и приговаривал чудотворец николай поспособствуй счастья нам семейного дай чтобы не ссорились по мелочам не расставались по пустякам чтобы мы друг друга берегли наша любовь через жизнь пронесли да будет так после этих слов три раза нужно было постучать по двери и все мощный заговор к николаю на исполнении любого желания поскольку святой николай считался одним из самых сильных помощников в исполнении желаний 22 мая существовал особенный ритуал течение всего дня зажигали 40 свечей можно брать любые свечи даже самые маленькие дома обязательно расставляли свечи поочередно зажигали их произносили свое желание а после когда все свечи зажгли нужно было сказать такие слова святой николай молю желание мое исполняй истина пока горят свечи еще несколько раз произносили свое желание и не тушили пусть сами догорят сны в этот день пророческие только для именинников для остальных не несут никакой информации в этой день наибольшую силу имеет обряды направлены на избавление от бедности перед тем как их проводить необходимо правильно настроиться зарядиться энергией природы а для этого просто прогуляйтесь парке или сквере вам очень важен необходим контакт с деревьями прислонитесь ладонями к одному из них который вам больше понравится мысленно попросите поделиться энергией от безденежья вам нужно дождаться вечера когда уже луна появилась на небе даже если ее не видите ничего страшного возьмите немного соли оставьте эту соль на подоконнике когда ее насыпали на подоконник скажите такие слова луна матушка небесная хозяюшка ты мне помоги мои беды забери удачу мне подари да богатство много принеси да будет так проговариваем три раза оставляем соль до утра а утром как стали эту соль нужно смыть водой и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговариваем такие слова все происходит со мной в идеальное время для меня повторяем один раз и вы посмотрите что вашей жизни будут удивительные перемены